Здравствуйте! В эфире программа «Сарапул новости» в студии Артём Сергеев. И сегодня мы расскажем вам о самых последних событиях из жизни нашего города. В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году выделено на проведение дорожных работ более 50 миллионов рублей. Какие именно объекты будут отремонтированы, а главное как – ответы из первых уст в нашем материале. На территории города впервые будет реализован федеральный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого в «Сарапуле» будет отремонтировано несколько дорожных объектов. Мы ремонтируем шесть участков дорог. Это улица Труда, улица Красноармейская, Первомайская, участок улицы Степана Разина, улица Западная и улица Калинина. Здесь подход комплексный. Комплексный подход – это когда вместе с ремонтом проезжей части ремонтируют или организуют с нуля тротуары. Когда на стадии проектирования отмечают, где будут сделаны парковочные карманы и ливневки. К примеру, по улице Труда в проект была включена и организация дренажей. Мы также учитывали то, где коммунальные службы будут проводить либо капитальный ремонт, либо перекладку сетей, чтобы у нас не получалось. Таким образом, что мы положили все ремонтные работы, сделали, положили асфальтовое полотно, а у нас буквально через несколько месяцев пришли или через год пришли, все перекопали. Поэтому вот эти вещи тоже учитывали. Объекты для ремонта по федеральной программе выбрали сами горожане еще в прошлом году. Ремонтные работы начнутся с 1 мая и продолжатся до середины июля. Уже сейчас на каждый объект составлена подробная схема, на которой отмечены парковки, тротуары, съезды, даже дорожные знаки и водопроводные люки. У нас вся протяженность дорог 2,9 километра. Сумма еще раз 50 миллионов. Конечно же, будет определенное количество и пешеходных дорожек, и бордюрных камней. Более точно, если говорить, цифры примерно такого плана. Значит, площадь асфальтирования проезжей части 31 тысяча квадратных метров, тротуаров 7,9 тысяч квадратных метров, бордюрных камней будет установлено практически 6 километров, ну и трубы водоотводные 93 метра. Вот такой примерно объем. На 50 миллионов. Кстати, все объекты после ремонта существенно преобразятся. К примеру, по улице Западная появится долгожданный безопасный тротуар. Отремонтированные помимо улицы будут и перекрестки с ней. Контроль за реализацией работ в рамках проекта будет многоступенчатым. Контроль по программе БКД будет пятиступенчатый. Первый контроль – это контроль со стороны заказчика, это у нас управление благоустройством. Второй контроль, второй уровень контроля, это будет, значит, со стороны непосредственно исполнителя, то есть у него будет внутренний контроль. Третья ступень – это будет контроль со стороны специализированной организации, которая будет выбрана по конкурсу. Четвертый уровень контроля – это будет со стороны Министерства дорожного хозяйства и транспорта. Ну и пятый контроль, пятая ступень контроля – это будет контроль общественных организаций, Общенародного фронта. Контролировать работы дорожников могут и сами горожане. Чем качественнее будут выполнены работы, тем дольше объекты прослужат. В продолжении темы город уже приступил к ямочному ремонту. В этом году такой вид работ будет проведен на каждой городской улице и производиться работы будут в три этапа. Подробнее о планах дорожников далее. Как только проезжая часть очистилась от снега, в городе стали проводить ямочный ремонт. Пока мы сейчас делаем временными методами, то есть где сырые ямы, мы забиваем кирпичом, это временно. И вот как сегодня мы видим на улице Ленина находимся, тоже у нас идет асфальтовая смесь, она тоже временна, для того чтобы было более-менее комфортно ехать и дальше эта яма не пошла. С 15 апреля начнет свою работу асфальтово-бетонный завод. И дорожные рабочие выйдут на улицы города с асфальтовой смесью. До 1 мая, до праздников майских, у нас конечно же будем мы приводить в порядок те места, где у нас пройдут торжества. Это центр, это улица Советская, это улица Раскольникова, улица Фурманова, улица Электрозаводская, молодежная, часть участок Фрунзе. После майских праздников дорожники будут приводить в порядок и другие улицы. После 9 мая мы приступаем к ремонту автодорог, по которым есть движение общественного транспорта. Ориентировочно мы планируем его закончить к концу мая. И с начала июня, либо раньше, как позволят погодные условия, мы планируем уже приступить к ремонту всех оставшихся автодорог. И планируем окончательное завершение, это уже конец июня. Вообще же ямочный ремонт в городе будет проводиться весь сезон. Также в этом году дорожники займутся и вопросами отведения воды с проезжей части и тротуаров. Было много жалоб от населения о том, что на территории города образуются большие скопления воды, большие лужи. Значит, мы эту информацию уже обобщили. Будем искать варианты решения этого вопроса по водоотведению, чтобы на следующую весну минимизировать подтопление подобное. В Сарапуле стартовал санитарный месячник по очистке территории города. В этом году он пройдет с 8 апреля по 15 мая. Предприятиям, организациям, учреждениям, независимо от их организационно-правовых форм, а также физическим лицам необходимо до 1 мая 2019 года провести основные санитарные мероприятия на прилегающих и закрепленных территориях. Представитель управления благоустройства и муниципальной милиции объезжает город. В этом году сбор и вывоз мусора после уборки прилегающих территорий пройдет еще более организованно и последовательно. После того, как в Сарапуле заработал региональный оператор по сбору и вывозу коммунальных отходов, вопрос с вывозом мусора после субботников в частном секторе и у многоквартирных домов решен автоматически. Поэтому в этом году предложено жителям города Сарапула мусор, который они соберут со своих прилегающих территорий у своих домов, наведут порядок и уборку, паковать в пакеты, срезанные ветки разрезать до метра длиной, также паковать в пакеты или связывать в пучки, мы так называем, и приносить к месту сбора отходов. Крупногабаритный мусор, разобранный на части, увезут в рамках стоимости тарифа, строительный же за отдельную плату. Также за отдельную плату производят вывоз испиленных деревьев. Если есть необходимость у дома снести дерево по разрешению комиссии по охране зеленых насаждений города Сарапула, строго по разрешению, то такой мусор является крупногабаритным, это стволы деревьев, которые раскрыжевываются на пни, то есть подъемные для человека, и вывозятся или самостоятельно на бывший полигон твердых коммунальных отходов города Сарапула, или, значит, также по договорной схеме с подрядной организацией, которая производила снос. При этом вот такой ситуации, как была зафиксирована по улице Советская, допускать нельзя. Производя спил деревьев, рабочие перегородили тротуар, вынудив пешеходов двигаться по проезжей части. Кроме того, специалисты зафиксируют и все последствия аварийных работ, произведенных в зимний период. Так газон, какой он у дома по адресу Лесная 1, выглядеть не должен. По Лесной 1, конкретную МКД многоквартирного дома, мы видим пример производства земляных работ в зимний период и состояние территории, прилегающей к дому в настоящее время. То есть по ордерам производитель работ обязан привести место производства работ в надлежащее состояние. То есть в этом случае это газон, который должен быть восстановлен, засеян свежей травой, завезен плодородный черный грунт, вот это вот полное восстановление этой раскопки. В этом году поменялась и схема по уборке территорий, закрепленных за предприятиями. Организации уберут прилегающие к их зданию или офису территории и помогут привести в порядок одну из общественных зон. Раньше предприятия собирали мусор из близлежащих к их зданию улиц. Мусор после коллективных субботников при наличии транспорта на площадку, размещенную на полигоне ТБО, по талонам можно вывести бесплатно. Талоны выдает Управление благоустройства. Весь месячник по санитарной очистке города работы по уборке будут под пристальным вниманием муниципальной милиции. Хочу предупредить жителей нашего города о том, что к административной ответственности будут привлекаться как граждане, которые не соблюдают правила благоустройства, а также в том случае, если у граждан появится соблазн свой мусор складировать в неположенном месте или складировать его на территорию какого-то соседнего заброшенного участка. Потому что в данной ответственности будут привлекаться как граждане, которые складировали данный мусор, так и в случае их выявления, а также граждане, которые являются собственниками или владельцами данного земельного участка. Месячник по санитарной очистке города пройдет до 15 мая. 31 мая и 7 июня в Сарапуле объявлены санитарными днями. Таким образом, Сарапул подготовится и к майским праздникам, и к дню города. Профи-класс. В апреле в Сарапуле стартовала реализация городского проекта, победившего в федеральном конкурсе фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Во вторник в управлении образования состоялась встреча Координационного совета проекта, в состав которого вошли представители сферы образования, правоохранительных органов и организации, ведущих активную работу с детьми. Подробности в нашем сюжете. Новый образовательный проект, новые цели и большая команда профессионалов, объединяющая представителей из разных сфер жизни города. Проект Профи-класс был представлен на конкурс инновационных социальных проектов фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и был признан одним из лучших в России. Объем финансирования проекта за счет денежных средств фонда составит более полутора миллионов рублей. Мы за целевую аудиторию участников этого проекта берем детей, находящихся в так называемом конфликте с законом. То есть это несовершеннолетние, которые совершили какие-то правонарушения и состоят на различных видах учета. Мы вовлекаем достаточно большое количество субъектов профилактики. Создан Координационный совет, который будет вырабатывать ту политику и реализовывать те мероприятия, которые прописаны в этом проекте. Сроки реализации проекта с апреля 2019 года до 30 сентября 2020 года. Почему он называется профикласс? Потому что имеет профильность на рабочие профессии. Будут созданы мастерская. Я мастер, так и называется, с оборудованием станков ЧПУ, числовым программным управлением и 3D дизайн студия. Это мастерская с 3D принтерами, где ребята приобретут компетенцию работы с инженерными, инновационными технологиями. Как говорят в Центре детского и юношеского технического творчества, работа на станках с числовым программным управлением приводит современных детей в восторг, дает большие просторы для творчества и даже меняет мировоззрение. Дети смогут реализовать свою мечту, создавая объекты на ЧПУ-станках и 3D принтерах. Когда видишь горящие глаза детей с объектами в руках уже готовых, ну это дорогого стоит. Над этим мы работали для того, чтобы создать условия необходимые для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, помочь им адаптироваться в социуме нашего города, показать те возможности технического творчества безграничные, с помощью которых ребята смогут найти свое направление и будущую профессию. В полную силу проект заработает с начала нового учебного года. В настоящее время главная задача – приобрести и установить новое оборудование и подготовить команду наставников. 2019 год объявлен годом здоровья в Удмуртской республике. Как поддержать свое здоровье, чтобы радоваться жизни и долгие годы? Какой вид спорта выбрать, что есть и пить? Подробную инструкцию о жизни в удовольствии дают медицинские работники республики. В ролике нет сенсационных тайных секретов, но о простых истинах мы чаще всего забываем. Физическая нагрузка – это молодость и прекрасное самочувствие. С этим согласны все. Сегодня набирает популярность скандинавская ходьба. Она практически не имеет противопоказаний и ограничений по возрасту. А эффект от таких оздоровительных занятий не заставит себя ждать. Для людей сидячих профессий рекомендуется двигаться при любой возможности. Звонок по телефону, вопрос коллеги, короткое совещание. Поддержать тонус поможет комплекс производственной гимнастики, который можно найти на сайте Республиканского центра медицинской профилактики. Правильное питание – это модно. Помните, здоровье не имеет ничего общего с диетами. Ешьте часто, небольшими порциями. Перерыв между приемами пищи должен составлять не более трех часов. Откажитесь от жарки. Отдайте предпочтение тушению, варке и запеканию. Ограничьте употребление копченых и колбасных изделий – майонеза и кетчупа. В правильном меню должно быть не менее 600 граммов свежих овощей и фруктов ежедневно. Перекусывайте? Откажитесь от фастфуда, в том числе магазинной выпечки. Лучший выбор – йогурт, кефир, батончики мюсли, фрукты и овощи. Не можете без сладкого? Выберите сухофрукты, зефир, пастилу или горький шоколад. Очень важно соблюдать питьевой режим. Если нет противопоказаний, пейте ежедневно полтора-два литра воды без газа. Кофе сведите к минимуму. В течение дня чередуйте физическую и умственную активность с отдыхом. Не впускайте в свою жизнь бессонницу. Нарушение сна говорит о проблемах в организме или может стать причиной новой. Выбирайте позитив. Радуйтесь каждому моменту жизни. Навалились проблемы? Умейте делиться своими переживаниями с другими. Станьте свободными. Откажитесь от вредных привычек. Замените их на общение с друзьями, семьей, на хобби, спорт и прогулки. Вредные привычки не делают вашу жизнь ярче. Они делают ее короче. Расставайтесь с ними без сожаления. Забота о здоровье сегодня – это уверенность в завтрашнем дне. Вы знаете, в каком состоянии ваш организм? Пройдите диспансеризацию. Диспансеризация – это ряд исследований различной направленности. Сердечно-сосудистые, онкологические, на сахарный диабет и другие. По их результатам врач-терапевт проводит индивидуальную консультацию. Состояние здоровья человека зависит от многих факторов. На 20% – это влияние наследственности, столько же – окружающей среды. На 50% – здоровье определяется индивидуальным образом жизни. И только оставшиеся 10% – от здравоохранения. Формирование здорового образа жизни возможно только тогда, когда вы чувствуете личную ответственность за свое здоровье и готовы приложить усилия, чтобы достигнуть результата. Всемирный день здоровья в Сарапуле. Большим мероприятием накануне Всемирного дня здоровья город дал старт Году здоровья. В программе праздника были мастер-классы, консультации врачей, различные обследования, а также выставки продажи полезных аппаратов для домашнего использования. Как и полагается, День здоровья в Сарапуле начали с гимнастики. Школьники, медицинские работники, активные пенсионеры с удовольствием повторяли несложные танцевальные движения. День здоровья в Сарапуле дал старт Году здоровья в городе. Здоровье самое ценное, что есть у человека. Нет здоровья – ничего не мило. И сегодня на этой площадке тематической пройдут различные мастер-классы, пройдут беседы с врачами. И мы со всех сторон рассмотрим, что такое здоровье. Здоровье – это не только поход в больницу, это не только лекарства, своевременный их прием, но и сам образ жизни. Нужно заниматься физкультурой, нужно правильно питаться и со всех сторон следить за тем, чтобы быть здоровым. Открыл программу мероприятий «Дня здоровья» – мастер-класс по скандинавской ходьбе. Участники клуба «Бархатный сезон» продемонстрировали, в каком темпе нужно двигаться с палками. Галина Яхлакова скандинавской ходьбой увлетлась 4 года назад. Сначала занималась ради бодрости духа, а сейчас потому что видит положительные изменения от ходьбы для организма. У меня, я имею в виду, проблемы были с суставами, я, в общем-то, стала себя лучше чувствовать, занимаясь скандинавской ходьбой. Скандинавская ходьба в Сарапуле с каждым годом набирает все большую популярность. Я еще новичок, конечно, не так давно, но по осени мы на стадионе «Сокол» занимались. Все вместе, для себя заряжаешься как-то, вот знаете, вроде придешь с работы уставший, а пройдешься 6-7 кругов вообще, домой уже летишь просто. На «Дне здоровья» было много и молодежи. Развлекательный формат мероприятия был рассчитан, чтобы привлечь именно эту категорию граждан. Это вариант, я считаю, наш, охвата молодого поколения, потому что все чаще и чаще мы имеем дело с 30-летними больными. И поэтому наша задача, чтобы ребята поняли, что это актуально для их возраста. В фойе ДК радиозавода работали сразу несколько активных площадок. Здесь можно было измерить рост, вес, узнать свой индекс массы тела. Мы разговариваем с людьми о правильном питании, что спортом заниматься очень важно, что нужно пешие прогулки для пожилых, например. Молодым, естественно, фитнес-клубы, ну и свежий воздух. На одной из площадок специальным аппаратом измеряли внутриглазное давление. Все желающие могли узнать и свое артериальное давление. Очень важно следить за здоровьем, поэтому я пришла мерить давление. Очень хорошо, что организовали такое мероприятие, где можно пройти много разных обследований. Почаще бы таких. Я сама лично измеряла артериальное давление, вес, рост, глазное давление. Работал на Дне здоровья и целый десант врачей-стоматологов. Они знакомились с правильной техникой чистки зубов. Значит, зубы мы чистим каждый день, утром, вечером. Начинаем мы с передних зубов. То есть передние зубы, резцы мы начинаем чистить сверху вниз. Нижние резцы мы вычищаем снизу вверх. То есть нужно делать вот такие вот выскабливающими движениями. Не размазывать ни в коем случае, потому что налет здесь остается и будет влиять на наш парадонт. Чаще всего кариес образуется в пришеечных областях. Вот здесь, вот как мы видим, вот пришеечная область. А также между зубными промежутками. Здесь мы уделяем больше внимания. Вот тоже такими вот выскабливающими движениями. Также на мероприятии можно было сдать экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию. Мы проводим тестирование на ВИЧ анонимно, добровольно. Даем консультирование, даем рекомендации. И прошло у нас обследование уже 24 человека. Главная особенность этого дня – возможность пройти сразу несколько обследований в одном месте, выявить патологию и получить рекомендации по дальнейшему решению вопроса. Большой день здоровья в Сарапуле закончился розыгрышем полезных подарков от спонсоров. На этом у нас все новости на сегодня. Для зрителей, которые предпочитают смотреть наши выпуски по кабельному телевидению, программа «Сарапул новости» доступна на 27-й кнопке. А также смотрите наши программы в удобное для вас время в сети интернет, на официальном сайте администрации города Сарапула, его страницах в социальных сетях. Далее наш эфир продолжит прогноз погоды. Добрых вам дел и только хорошего настроения! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова